В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. 17 лет за убийство в церкви уроженец Дагестана услышал приговор суда. В понедельник, день тяжелый, сразу несколько детей пострадали в различных ДТП. Дело Зодиака. Он охотился за парочками и забрасывал в полицию прессу письмами с криптограммами, а преступники которого до сих пор не поймали. Дагестана. Признался, раскаялся, содействовал и вспомнил о воспитании малолетних детей уроженец Дагестана. Почему-то чем тяжелее преступление, тем откровение. Осужденные выражают это самое запоздалое и по большому счету никому не нужное раскаяние. Вступил в силу приговор убийцы женщины в церкви. Напомню, в марте 2013 года Руслан Алигаджиев приехал из Москвы в город Ряжск. Казалось бы, пришел в местную церковь, почистил снег и получил от настоятеля денежное вознаграждение за труды. С праведного пути сбили украшения в церковной лавке. Через несколько дней Алигаджиев под предлогом совершения молитвы напросился в церковь и самым подлым образом ударил пожилую женщину ножом, затем добил ногами, отчего потерпевшая скончалась. В уголовном деле более 20 свидетельских показаний. Похищенные пришлось собирать по рязанским и тамбовским ломбардам. Рязанский областной суд признал Руслана Алигаджиева виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на два года, который будет отбываться после отбытия основного наказания. В полном объеме также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда. Наше дело – голые факты, но если добавить аналитики, очень трудно по-человечески понять, почему, если уж дошло до преступления, не ограничиться кражей побрякушек, не отнимая при этом человеческую жизнь, да еще в святом месте. Направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который расплатился то ли за свою доброту, то ли за глупость. Хотя, честно говоря, трудно поверить, что подростки не отдают отчет своим действиям. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. В январе он встретился со знакомым в центре города. Из всей троицы совершеннолетним был только один. Он и предложил участнику уголовного дела поддержать у себя довольно крупную партию наркотиков. Данное действие совершеннолетний совершил в связи с тем, что опасался задержания сотрудников полиции. И предполагал, что в случае задержания несовершеннолетнего досматривать не будут, проводить с ним какие-то действия, или он сможет данный наркотик выкинуть. Передав наркотик, они все втроем прошли в магазин, расположенный в районе площади Сободы. О чем думал сам задержанный, историю умалчивает. Но хочу напомнить остальным любителям острых ощущений, что юный возраст не освобождает от уголовной ответственности. Понедельник и правда день тяжелый, подтверждают дорожные сводки. Только 12 мая в городе и области произошло несколько серьезных ДТП, в которых пострадали дети. Это кадры аварии на 269-м километре дороги Москва-Челябинск-Рязанской области. Один человек погиб, и шестеро, включая троих детей, получили травмы различной степени тяжести. 30-летний житель Москвы, двигаясь в сторону столицы на автомобиле «Вольво», для совершения обгона, двигавшегося впереди транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 39-летнего жителя города Сасова. В обоих транспортных средствах находились семьи с детьми. Основной удар пришелся в правую сторону отечественного автомобиля, где на переднем пассажирском сидении находилась супруга водителя, которая в результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и скончалась на месте происшествия. Все дети в автомобилях были пристегнуты, но избежать травм не удалось никому. Госпитализированы несовершеннолетние пассажиры «Приоры» и «Вольво», самому маленькому пострадавшему всего семь месяцев. В тот же день в Рязани на регулируемом пешеходном переходе на улице Зубковой под колеса грузового автомобиля попали мама с ребенком. Пострадавшая везла малыша на детском велосипеде перед собой. По предварительной версии водитель грузового автомобиля начал движение на разрешающий сигнал светофора. Однако не заметил пешеходов, которые завершали переход из-за находившегося впереди транспортного средства. Очень трудно переубедить водителей со стажем, что даже зная и выполняя все правила дорожного движения, нельзя забывать о тех, кто нечаянно или нарочно их нарушает. Мы регулярно показываем ролики, где дети буквально из ниоткуда выскакивают на проезжую часть. Не забывайте главное правило – любой маневр должен быть безопасен. Оказалось, мало двух неприятных фактов в биографии жителю Рязанской области, которые, надо сказать, закончились примирением сторон, и он решил не останавливаться на достигнутом. В феврале, находясь на автовокзале в нетрезвом состоянии, он грубо проигнорировал требования сотрудников полиции предъявить документы, а потом ударил каждого из них. За данное преступление предусмотрено несколько видов наказания. Это начиная от штрафа в размере до 200 тысяч рублей и вплоть до реального лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленник признался и раскаялся, но, похоже, на этот раз от наказания ему не уйти. Дело в ближайшее время будет рассмотрено в суде. Преступника, о котором пойдет речь сегодня, называли одним из самых загадочных маньяков 20 века. Он действовал на территории Соединенных Штатов Америки, в городе Сан-Франциско и на западном побережье страны в конце 60-х годов. Но самое главное, это один из немногих современных маньяков, которого до сих пор поймать так и не удалось. Удивительный в зарубежной криминалистике случай. Преступник по кличке Зодиак забрасывал прессу и правоохранительные органы своими письмами, содержащими любопытные криптограммы. Говорят, в них был зашифрован рассказ о нем самом. Но за все время расследования удалось расшифровать лишь одну из них. Он нахально и безнаказанно насмехался над действиями правоохранительных органов и уверял, что его поймать не сможет никто. Сам Зодиак писал, от его руки погибло 37 жертв. Но вот по данным полиции Сан-Франциско было доказано только 7 случаев нападения на людей. Причем двоим пострадавшим удалось выжить. Подозреваемых было огромное количество, но в конце концов все они оказывались непричастными. В 2004 году расследование даже было приостановлено, но в 2007 дело пришлось открыть снова. Зодиака практически поймали, однако в ходе преследования по горячим следам американские полицейские допустили роковую ошибку, и преступник скрылся. 20 декабря 1968 года 17-летний студент Дэвид Фараде пригласил однокурсницу Бетти Лу Дженсен на свидание. Вечер шел прекрасно, молодые бесконечно целовались, и все было бы хорошо, не предложи молодой человек уединиться в своем автомобиле подальше от посторонних. Молодые люди выбрали местечко в районе озера Герман, недалеко от городка Вальеха, штат Калифорния. Там Зодиак и расстрелял их из своего пистолета. Парень был убит сразу, его тело нашли в салоне авто с одним огнестрельным ранением в голову, но вот девушку Зодиак мог и упустить. Бетти выскочила из машины и попыталась убежать, но убийца буквально нашпиговал ее свинцовыми пулями. На теле Бетти, найденном в 10 метрах от автомобиля, полицейскими было обнаружено 5 пулевых отверстий. Примечательно, что тела влюбленных были обнаружены буквально через 10 минут, но убийцы не было и следа. В самом начале у следствия была версия о месте наркокарателя. Якобы один из подростков толкал в школе наркотики и не поделился заработанными деньгами с главарями. Но тинейджеры оказались примерными учениками, а вот ревность, как выяснилось, могла стать поводом для убийства. Оказывается, у Бетти был отвергнутый поклонник. Следователи учинили такой допрос, что подозреваемый готов был признаться в чем угодно, кроме причастности к убийству. Школьника продержали за решеткой полгода, пока Зодиак не совершил очередное убийство в Вальехо. На этот раз гибнет молодая 22-летняя девушка по имени Дарлин Элизабет Ферин. Она как раз находилась в своем автомобиле прямо у клуба «Блю Рок Спрингс» вместе с любовником Майклом Мэггью, которому на тот момент было всего лишь 19 лет. Стоит упомянуть, девушка была замужем и воспитывала ребенка. Зодиак намеренно выслеживал сладкую парочку на машине, но совершил роковую ошибку. Он не проверил, мертвы ли оба человека. Несмотря на три пулевых ранения, Майкл выжил и более того подробно описал убийцу. Дело было в ночь после Дня независимости. Ночной клуб был доверху набит людьми. Посетители слышали выстрелы и сразу вызвали полицейских. Но те, в свою очередь, подумали, что молодые люди сильно выпили и перепутали выстрелы с салютом и решили не торопиться. Тем временем девушка умерла, а преступник скрылся. Дарлин Элизабет Феррин породила в обществе небывалую серию загадок, теорий и слухов, связанных с Зодиаком. Якобы девушка была знакома с убийцей лично, он был близким другом ее мужа. И, видимо, по-дружески решил отомстить за товарища и наказать неверную супругу вместе с любовником. Элизабет говорила об этом подругам, а также пожаловалась, что кто-то звонит и просто сопит в трубку. Но все догадки подтверждений не нашли. Жертвы были абсолютно разными людьми. Ясно одно, Зодиака привлекают молодые парочки. Он мог выслеживать их сутками. И как только жертва оказывалась в удобном месте, ее судьба была решена. Спустя 30 минут после убийства у ночного клуба в местное отделение полиции позвонил неизвестный. Грубый мужской голос поведал, он совершил еще одно нападение и застрелил из своего любимого 9-мм люгера двух детишек. В 69-м странные письма поступили в три газетных издания. Сомнений не было, это и есть Зодиак. Некоторые факты мог знать только настоящий убийца. Все послания начинались с фразы «Это говорит Зодиак» и заканчивались пиктограммой, похожей на прицел. В общей сложности таких писем, отправленных в СМИ, было 20. А потом погибли 20-летний Брайан Хартнелл и 22-летняя Сесилия Шепард. Парочка и не догадывалась, что маньяк наблюдал за ними почти весь день. Молодые люди отправились на пикник у озера и засиделись до сумерек. Спустя некоторое время к ним подошел человек с накинутым на голову капюшоном и в маске. Он был в темных очках, а на груди красовался знак, похожий на прицел. Мужчина сообщил, он сбежал из тюрьмы, и ему срочно нужны деньги, чтобы пересечь границу с Мексикой. Брайан и Сесилия отдали все, что у них было, но преступнику этого было мало. Он начал по очереди бить их в спину ножом. Раненый и связанный мужчина смог проползти целых 200 метров и позвать на помощь. Но девушку врачи не спасли. Зодиак нанес ей 10 ножевых ударов. До того, как скрыться, преступник начертил черным маркером на машине Брайана свой знак, а также даты прошлых нападений, включая это. Только последняя жертва серийного убийцы значительно отличалась от всех предыдущих. От руки маньяка 11 октября 1969 года пал 29-летний таксист Пол Стайн, которого Зодиак убил уже после того, как тот привез его куда нужно. Зодиак не мог и предположить, что на этот раз будут свидетели, да еще целая группа подростков. К тому же место происшествия было хорошо освещено, и внешность преступника окончательно перестала быть загадкой. Но тут снова вмешалась нелепая случайность. Студенты описали нападавшего как очень темного человека, но они имели в виду, что он сильно загорелый, а ориентировку в итоге дали на афроамериканца. Таким образом, Зодиак вплотную лицом к лицу столкнулся с патрулем, но те не стали проверять даже документов. Спустя пять лет, в 1974 году, одной из калифорнийских газет было получено последнее, 20-е послание от одного из самых загадочных убийств в истории человечества. С тех пор о Зодиаке неизвестно ровным счетом ничего. Однако уголовное дело по расследованию совершенных им убийств открыто в городе Вальеху, штат Калифорния, и по сегодняшний день. Еще одна небольшая, но очень важная информация. 11 мая из рязанской колонии поселения сбежали двое осужденных. Величко Вадим Александрович, 1987 года рождения, уроженец республики Молдова. Его рост 175 сантиметров, плечи опущенные, волосы черные. Особые приметы – на ребре левой ладони надпись «За морскую пехоту», на правом плече – кельтский узор, на левой груди – скорпион, вдоль позвоночника – китайские иероглифы. А это Тарасов Александр Борисович, 1978 года рождения, уроженец республики Беларусь. Его рост 183 сантиметра, плечи опущенные, на теме необлысения. Особая примета – на запястье правой руки изображение акулы. Если вам что-либо известно о местонахождении данных лиц, просьба сообщить об этом в любое отделение полиции. Телефон отдела розыска 5043-73, телефон дежурной части 5043-03, телефоны нашей редакции 720-20 или 720-21. Еще один из великих восточных философов как-то сказал, если ты раскаиваешься, но не исправляешься, это всего лишь глупое оправдание. Желаю вам следовать своим словам. На сегодня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова